Нейрохимия любви Ну вот, к примеру, древние греки, да, вы знаете, они имели четыре слова, обозначающих любовь. То есть, в принципе, на русский язык они все переводятся как любовь. Первое слово это эрос, да, то есть первое изображение. Это страстная любовь, когда есть два каких-то партнера, чаще всего связанные с сексуальными связями. Есть также филия, это любовь между друзьями, да, дружеская любовь. Есть также любовь семейная, сторги, и любовь агаты, которые, ну, последнее изображение, это греки так называли любовь к Богу. То есть, они подразумевали, что это абсолютно такая верная очень любовь, очень преданная. Но, в принципе, существует очень много и современных классификаций любви, основных на разных принципах. И, конечно же, практически никогда нельзя сказать, что вот именно вот эта любовь, это, к примеру, эрос, да, или это филия. Потому что зачастую все эти типы смешиваются. Разные чувства связаны с разным опытом, вот. И этому есть и химическое подтверждение, биологическое подтверждение. Я думаю, вам прекрасно известно, что такая вот фраза популярная, да, все из-за гормонов. Я люблю, я влюбился из-за гормонов, вроде вот дурак, да, вроде небогатый, я все равно люблю. Ну, наверное, гормоны виноваты. Но дело в том, что действительно в процессе любви участвуют гормоны. И эти гормоны, их достаточно много. И в зависимости от комбинаций, в которых они присутствуют, они вызывают различные чувства. Ну, вот, вы видите, известная такая бездачная изображенница. Здесь любовь является смесью серотонина, дофамина и окситоцина. Вот. Вообще, гормоны, и еще есть такое понятие нейромедиаторы, это вещества, которые в нашем организме отвечают за огнет информации. То есть, гормоны, в чем суть, их синтезируют какие-то клетки, и из этих клеток эти вещества попадают в кровоток, и по току крови попадают в какие-то целевые органы. Вот. Нейромедиаторы, они синтезируются только в нервных клетках и передаются от нервных клеток к другим нервным клеткам, ну, либо они тоже могут быть только клетным решением. Вот. И в чем интересность этого явления? То, что, во-первых, гормонов очень мало. Мало не в смысле по количеству, а в смысле по концентрации. То есть, если говорить о лекарственных препаратах, гормональные препараты, они где-то в концентрации в несколько тысяч раз меньше, чем другие лекарственные препараты. То есть, гормоны в небольших количествах, в небольших изменениях способны вызывать очень сильные изменения в поведении, очень сильные изменения в процессах различных. И что еще интересно, все гормоны между собой очень тесно связаны и очень тесно взаимодействуют. То есть, ну, на самом деле, вот то, что даже здесь изображено слева, да, это все частично заблуждение. Ну, то есть, действительно, при депрессии, к примеру, где там депрессия, вот, депрессия, да, при депрессии дофамина и серотамина мало, там, при других состояниях каких-то грамотов много, каких-то мало. Но дело в том, что нельзя сказать, что, к примеру, серотонин – гормон счастья, да, или окситоцин – гормон преданности, гормон доверия. Действительно, здесь есть часть правды. То есть, когда мы чувствуем доверие, у нас много окситоцина. Когда мы чувствуем счастье, у нас много серотонина. Но, с другой стороны, большое количество серотонина может привести к шизофрению, может привести даже, интересно, здесь, правда, нарисовано, что мало серотонина, а нет, вот, мало серотонина – это депрессия. Но большое количество серотонина тоже приводит к депрессии. Вот. То есть, что я хочу этим сказать. Взаимодействие между гормонами очень-очень сложное. Они в передачу, когда взаимодействуют вместе, образуют какие-то промежуточные оттенки, как вот, ну, на палитре, когда мы смешиваем краски, да. И поэтому нельзя так сказать, какой эффект они окажут, если мы будем их употреблять, сцелью, допустим, подняться настроение. Вот. И это еще интересно по той причине, что большинство наркотиков, ну, практически все наркотики, они связаны тоже вот с этими прекрасными всеми гормонами. Они либо являются аналогами этих гормонов, либо делают так, чтобы эти гормоны синтезировались. И именно поэтому, допустим, наркопотребитель, сначала ему хорошо, когда он принимает наркотики, а потом ему уже как-то не очень хорошо. Все связано с тем, что очень трудно действительно подобрать концентрации, которые вызывали бы ожидаемые реакции. И еще есть такой момент, как индивидуальность. Вот. Ну, справа видите органы, в которых синтезируются различные гормоны. Так как мы говорим о любви, основные гормоны, которые нас интересуют, они синтезируются либо вот здесь вот, то есть в головном мозге, гипофиз, гипоталамус, ну, на шишковидной железоидой гипофиз, либо в половых железах, либо в анапочечниках. Ну, и давайте перейдем, собственно, к этим прекрасным гормонам. Ну, вот вы видите список тех гормонов, которые наиболее характерны для состояния любви. Они синтезируются у нас, ну, закономерно при этих состояниях. Ну, кстати, чтобы вы понимали, они синтезируются также и при других состояниях. Я еще раз подчеркиваю это, и они есть у нас даже, ну, вот прямо сейчас, если вы не влюблены, или, не знаю, очень одиноки. Вот. Тем не менее, вот, окситоцин, лазопресин, доммонит, серотонин, картизолы, стрессовые гормоны, тестостерон и факторы роста нервов. Ну, и давайте немного подробнее пройдем по этим странным словам. Ну, и давайте начнем с самого такого веселого, да? Ну, вот вы видите эти формулы прекрасные. Если честно, ну, я в медицинском университете я сам толком не понимаю, что это вещество и сложно. Но я вам выдал эти картинки для того, чтобы вы понимали, что структура электрогонок она действительно очень сложная. Все эти вещества, они при этом очень сугубо специфические. То есть, они действуют так, как они действуют, только именно вот в таких вот состояниях. С такими вот, допустим, десаминокислотами, с такими вот атомами водорода, азота и так далее. Это те вещества, вот, запресины и окситоцин, они синтезируются у нас в организме. Но есть также, как я говорил, наркотические вещества, которые являются аналогами этих веществ. То есть, они выглядят практически так же, но очень похоже. И из-за этого изменяется их действие. То есть, они вроде бы для организма кажутся похожими, и поэтому наш организм считает то, что, к примеру, они у нас заменяют полностью это вещество, и поэтому перестает синтезировать это вещество сам. Но при этом, ну, естественно, это совершенно другое вещество, и вот такие вот подмены приводят к формированию зависимости. Ну, дальше, когда мы перейдем к другим гормонам, я вам приведу более конкретный пример, чтобы вы это понимали. Ну, а дальше вернемся к окситоцину и вазопресину. Ну, вы видите, вообще это очень похожие такие вещества, на самом деле. Вот, и синтезируются они у нас в головном мозге, в вот этой вот такой структуре зелененькой. Это гипоталанус. Ну, гипофиз, он тоже участвует в синтезе этих гормонов. Вот он такой вот, красивенький. И эти гормоны, они отвечают за формирование памяти. То есть мы запоминаем те моменты, которые нам приятны. Вот. И они синтезируются, в принципе, как на начальном моменте влюбленности, так и в последующем. Вот. Ну, и также вы знаете про окситоцин, я думаю. Слышали, что его называют часто гормоном доверия. В принципе, вазопресин очень похожий гормон. Он тоже вызывает в какой-то степени доверие. Вот. И я думаю, вам известен такой факт, что окситоцин, ну и частично вазопресин, эти гормоны вырабатываются, к примеру, при объятии. Когда мы голода обнимаем, у нас повышается уровень этих гормонов. То есть мы начинаем больше доверять этому человеку. Ну, в принципе, этому достаточно много объяснений, также и психологических, социальных. То есть если мы человека обняли, мы впустили его в свою интимную зону. То есть, ну, наверное, мы ему действительно доверяем. Вот. Но с другой стороны, к сожалению, некоторые люди, которые это знают, используют это в таких халатных. можно сказать, целях. Вот. Когда пытаются проникнуть кому-нибудь в доверие. Так. Следующий гормон прекрасный – тестостерон. Ну, вообще, тестостерон произошел от СОО «Тестис». А «Тестис» – это яичко. Вот. И я думаю, вам прекрасно тоже известно о нем, потому что это такой мужской гормон, мужской – это ловый гормон. И, допустим, у людей, у которых очень много мужчин, у которых очень много тестостерона, у них, к примеру, очень хорошо растет бороды. Ага, усы хорошо растут, но не очень хорошо растут, а растут волосы на голове, собственно. Т.е. они многие лысые. Вот. И что другое интересно, то, что этот гормон, на самом деле, есть и у женщин. Так же, как и у нас, ну, есть тестостерон, да, потому что полный полукормон, женские полукормоны – это эстроген, эстрадиол, эстрол. Они есть и у мужчин. То есть, в принципе, ну, если так немного это заслужить, все мы – немного мужчины, немного женщины. Вот. А есть у нас этот гормон благодаря надборщичникам. Это такие тоже железы. Пально логично, что они находятся над борщиками. И они синтезируют у мужчин эстроген, у женщин – тестостерон. И что еще интересно по поводу тестостерона у женщин, то, что в ходе эксперимента было выяснено, что у женщин, которые живут недалеко от своего любимого, ну, допустим, они вообще вместе с ним живут, муж, жена, у них уровень тестостерона ниже среднего. А у женщин, которые живут далеко от своего любимого, да, допустим, там, ну, на другом континенте, может, ну, или хотя бы в другом городе, в другой стране, у них повышен уровень тестостерона. И этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что тестостерон, он действительно отличается за такую мужественность, за самооборону, за вот такое чувство настороженности, в каком-то плане, и он вырабатывается, когда женщина чувствует себя уязвимой, чувствует себя незащищенной. То есть, как бы он помогает ей защищаться. Ну, естественно, если она близко находится к своему супругу, к примеру, то у нее падает этот уровень, уровень этого гормона, так как она чувствует себя вполне защищенной. Вот. Следующий гормон, это дофамин. Дофамин относится к группе таких веществ под названием хатехоламины. Ну, и вам очень хорошо известен один из представителей, это адреналин. Адреналин, также норадреналин, но дофамин вообще предшественник этих двух веществ. И, в принципе, когда есть дофамин, обычно есть и адреналин, и адреналин. Он синтезируется тоже в надпочечниках, ну, точнее, он синтезируется тоже в надпочечниках. И он отвечает за целеустремленность, за сексуальную возбужденность, за вот желание обладевать, что ли. То есть, этот гормон, точнее, нейромедиатор, вырабатывается в очень больших количествах на этапах очень ранней влюбленности. Особенно, если любовь невзаимная. То есть, человек, который очень много имеет в себе, так сказать, дофамина, он очень сильно целеустремленный, и, естественно, если его вообще прям очень много, это приводит ко всяким психическим расстройствам. То есть, у человека развивается мания, к примеру, он вызывает, вызывается помешательство, и он фокусирует все свое внимание только на своей цели. То есть, дофамин, который, как он отмечает, за целеустремленность, он также отвечает за внимание. То есть, помогает концентрироваться. Так, а мы пойдем дальше. А, вот это прекрасная картиночка. Это как раз к тому еще, что дофамин является одним из гормонов вознаграждением. То есть, он обеспечивает процессы в мозге, отвечающиеся за самовознаграждение. То есть, мы что-то сделали хорошее, как мы считаем, выработался дофамин, и нам стало от этого на душе хорошо. Вот. И был проведен такой эксперимент с мышами. Я думаю, вы тоже о нем слышали, когда в комнате с мышами сделали две педали. Одна педаль, если на нее нажмешь, появится еда. Другая педаль, если на нее нажмешь, то мышь получает инъекцию дофамита. Вот. И я думаю, вы уже догадались, что эта мышь просто скакала на вот этой педаль с дофамином, вообще забывала абсолютно про еду, и таким образом умирала из-за себя истощение. Ну, я думаю, она умирала очень радостной, но, к сожалению, это ее счастье ее не спасло. Вот. И, между прочим, дофамин, он вырабатывается также при принятии, к примеру, амфетаминов, нет амфетаминов. Опять же, возвращаясь к наркотикам, именно из-за этого также возникает зависимость. Ну, и вот я обещал еще объяснить по поводу зависимости дела, как обстоит. Есть эмоциональная зависимость, есть физическая зависимость. Вот считается, что любовь зависимость, это в каком-то степени тоже зависимость, но большая эмоциональная зависимость. Что это обозначает? То, что если убрать источник, то есть, допустим, люди расстались, перестали вырабатывать эти гормоны, которые характерны для состояния влюбленности, то человеку, конечно, ему очень-очень плохо, но он не умирает. Физическая зависимость, это такой вид зависимости, когда если убрать источник, допустим, убрать какой-то наркотик, то человек просто умирает. Причем не умирает из-за каких-то эмоциональных страданий, а он физически умирает, потому что организм не может существовать, не может вообще функционировать в таких условиях. И с чем это связано? Дело в том, что наш организм вообще достаточно ленивое такое явление, и если он знает, что он может где-то прохалярить слегка, он так и сделает. Дело в том, что выработка гормонов и синтез это достаточно такое энергетически емкое занятие, ну, мутное, не очень интересное, да, и поэтому если железа осознает, что уровень гормона достаточно, я имею в виду логеринная железа, которая синтезирует этот гормон, уровень гормона достаточно, и можно, в принципе, не напрягаться, то он и не напрягается. А я вам говорил, что многие наркотики, они являются заменителями каких-нибудь гормонов. И вот представляете, кровей, циркулирует этот наркотик, железа думает, что гормона, который она должна синтезировать, достаточно, она его не синтезирует, не синтезирует, но если железа чуть-чуть не синтезирует, она уменьшается, уменьшается, и она тщательно атрофируется, ну, то есть, просто исчезает из-за ненадобности. И вот вдруг наркототребитель перестал владеть этот наркотик или каким-то образом его употреблять, и у него проблемка, потому что железа уже, которая синтезировала тот аналог этого наркотика, ее просто нет, или она очень слабая, или еще что-то с ней произошло, и таким образом в организме нет вот этого вещества, которое должно в нем присутствовать. И, понятно, человек погибает, потому что гормоны и нейронедиаторы, как я уже в самом начале сказал, они участвуют в передаче информации. И если организм не в состоянии передать всю информацию, то это приводит к печальным последствиям. Он не в состоянии функционировать. Так, давайте дальше пойдем. Следующий гормон это серотоник. Ну вот да, его очень привыкли называть гормоном счастья. Да, как я уже тоже в начале сказал, он действительно вырабатывается в состоянии счастья, но также он вырабатывается в состоянии депрессии. Причем, какой еще интересный факт по поводу гормонов. Дело в том, что их эффект зависит не только от их количества, не только от их концентрации, а от того, как часто они вырабатываются. Допустим, три раза в сутки, два раза в сутки, пятьдесят раз в сутки. И в зависимости от этой частоты тоже разный бывает эффект. То есть концентрация может быть большая, частота небольшая. Вот вам и депрессия. И вот ксеротонин, собственно. Ксеротонин у нас синтезируется клетками головного мозга, нервными клетками. Он, вот тут, допустим, вот на нейрон, да, вы знаете, отросток нейрона, аксон и синапс. Вот он здесь вот инститизируется и передает информацию на орган-мишень. И что по поводу этого факта интересно, я просто вернусь к вопросам наркотиков. Я потом объясню, почему я так часто к ним возвращаюсь. Дело в том, что кроме наркотиков, которые что-нибудь заменяют, есть наркотики, к примеру, которые стимулируют из этого серотонина. Ну вот они его здесь по визикулей и бьют и серотонин вылагивается. Что приводит постепенно к истощению этих визикул и вообще того, что серотонина становится мало. Или, к примеру, такие, которые еще каким-то образом воздействуют на вот этот аппарат и серотонина становится все меньше, 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 меньше. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что вырабатывается толерантность. Толерантность обозначает ну, все-таки имущество, пен, холмность. Вот. То есть такое же количество гормонов, которые разное до раньше вызывало возбуждение, теперь не в состоянии его вызвать. Надо его еще больше. И еще больше, еще больше, еще больше. И таким образом доза все растет, растет, растет. А когда доза очень большая, она может быть токсической или вообще смертельной. Вот. Что приводит иногда тоже к печальным последствиям. Ну, давайте пойдем дальше. Я вам скоро объясню, почему я так часто запихаюсь в наркоте. Ну вот, теперь мы перешли уже непосредственно к теме любви. А я вообще выделяю обычно тоже два таких типа любви. Это вот страстная влюбленность. Даже не любовь, а больше влюбленность. И уже глубокая привязанность. То есть такая настоящая любовь. И дело в том, что вот эта вот страстная влюбленность по состоянию очень похожа на наркозависимость. Присутствует там, к примеру, синдром отмены, когда мы, ну, как я говорил, допустим, порвали с кем-то, ну, а в случае с наркозиками перестали их принимать. Также существует понятие толерантности. То есть с каждым днем все вот того, чего было раньше, мало, и мало, и мало, и мы хотим больше, и нам уже недостаточно там обнимашек, недостаточно поцелуев, ну, и вообще всего недостаточно, и вот, пац, кризис, вообще, уже даже не знаешь, куда лезть, на какую стену, чтобы было достаточно. Вот. И что касается гормонов, то в состоянии страстной влюбленности преимущественно ворабатывается мородренамин, дофамин и фенилэтиоламин. Вот это прекрасный фенилэтиоламин, кстати, опять вернемся к наркотикам, это аналог амфетамина. Амфетамин это синтетический препарат на фенилэтиоламин у нас ворабатывается. И все эти гормоны вызывают чувство, вот как я говорил, дофамин, чувство цидустримы, желание бороться за возлюбленную вызывают снижение аппетита, особенно фенилэтиоламин. Снижение аппетита, снижение сонливости, то есть появляется бессонница, человек не хочет ничего есть. Понятно, что такое состояние имеет также и отрицательные последствия для организма. Поэтому в какой-то степени к счастью вот это состояние длится обычно не больше двух лет. Если оно длится больше двух лет, то это перерастает в психоз и в различные прочие психиатрические расстройства. т.е. это состояние в каком-то плане опасное. Но чего хорошего? Хорошее то, что хочется все горы свернуть и звезду с неба достать. И поэтому это состояние влюбленности очень хорошо подходит для периода зачатия ребенка. Ну, естественно, как бы и заплотнить в состоянии возбужденности такой и бесстрашия, вот нормальный называет бесстрашия, гораздо проще. Ну, переходим к глубокой привязанности. Ну, как я сказал, после где-то двух лет отношений происходит кризис. И тут два, даже три варианта выхода. Ну, как я сказал, либо психоз, ну, нам не надо такие, правильно? Либо два таких относительно глубоких выхода. Это разрыв отношений, когда уже, ну, не знаешь, на какую стенку полезь, да, когда я говорю, это толерантность уже на пределе и всего мало-мало-мало, и смириться с этим не хочешь. Вот разрыв. Или переход в состояние глубокой привязанности. И здесь уже меняется картина и химическая. Вырабатывается в больших количествах окситоцин. Вот окситоцин, видите, да? Окситоцин, как я тоже уже говорил, это гормон доверия. Также вырабатываются эндорфины. Ну, эндорфины, кстати, противождение этого слова, это вообще такое сокращение. Эдорфины обозначают эндогенный морфин. В общем, на самом деле герохимия полна наркотиков. И они вызывают чувство умиротворенности, чувство спокойствия. После того, как уже два года напрягался с этим пеневатиламином, весь прям не мог уже подадить свою энергию, здесь, чтобы организм бедненький наш не скончался, скажем так, вырабатываются ответные реакции, в виде ответной реакции эндорфины. Успокаиваются, причем, не только, можно сказать, нервы, но и в целом наши процессы физиологические, метаболизм успокаиваются. У нас возвращается чувство голода, сомливость возвращается. Все вот эти характеристики. Ну и вообще, по сути, вот этот период может быть более адекватным. Мы не в состоянии совершать какие-то безумные поступки, ну опять-таки там звезду с неба скрывать. И, естественно, это очень хорошо уже для того периода, когда ребеночек родился. Потому что мы не хотим этого ребенка задушить или там какие-то страшные вещи с ним делать, а у нас вырабатывается такой, ну, мотивинский инстинкт. Ну, мне не очень нравится это слово, потому что этот инстинкт как-то есть и отцовский. Вот. Ну, собственно, можно сказать так, инстинкт продолжения в рода. Инстинкт такой синий. Вот. Ну, и перейдем дальше. Что еще интересно по поводу любви? Кроме того, что любовь вызывает выработку кучи различных веществ, которых вы видели, увеличивает концентрацию оксидацина, дофамина, в зависимости от стадии. И, кстати, по поводу серотомина, гормона счастья нашего знаменитого, больше вырабатывается в количестве, точнее, в состоянии глубокой привязанности. А в состоянии страстной влюбленности все органина даже чуть ниже нормы. Но, опять-таки, отсюда депрессии всякие и так далее. Вот. Ну, и кроме того, что гормоны вырабатываются, также увеличивается активность головного мозга. вот вы видите картинку, а вверху это такой стационарный головной мозг среднесистетического одинокого депрессивного человека, вот. А это головной мозг влюбленного. С чем связано, собственно, это увеличение активности? Ну, кроме того, что это вообще тут же дофамин, серотомин возбуждают нервную систему. Мы все такие прям периодно слабованы. Это с одной стороны. С другой стороны, наша умственная деятельность увеличена, более активная, причем именно в определенных направлениях. То есть, естественно, у нас активные зоны речи, мы более отливые в период резуленности, активные различные зоны, отвечающие за вознаграждение, самовознаграждение, то, о чем я вам говорил. То есть, мозг говорит о том, какие мы хороши, какие мы молодцы, вот правильно так и надо делать. Но, с другой стороны, вот эта концентрация внимания на объекте любви, то, что активно начинают быть те центры, которые отвечают за, как я уже сказал, речь и так далее, угнетается активность некоторых других центров. Центр страха, центр ну, какой-то рационального мышления, что ли, слегка, вот. То есть, атропия нам срывает голову в каком-то плане. То есть, действительно, как видите, с точки зрения магнитно-резонансной томографии, и это так. Вот. Ну, дальше. Вот это прекрасное соцсочетание, лимбическая система. Это также часть мозга, которая очень активна во время влюбленности. Лимбическая система отвечает за эмоции. То есть, это наш такой сообразный эмоциональный мозг. Что интересно, вот видите, где она находится, ну, в смысле, это проекция, ее находится приблизительно здесь. Вы видите, она такая очень страшная закорючка, и даже непонятная на самом деле. Вот. Но почему я акцентирую ваше внимание на том, где она находится. Дело в том, что чем глубже находится какой-то отдел головного мозга, тем более он примитивный. Самый поверхностный наш отдел – хора головного мозга. Это собственно то, где находится наше сознание, где находятся все наши осознанные мысли, все осознанные действия. И это самый молодой отдел головного мозга. И у человека он развит вообще лучше всего. Я имею в виду, сравнивая с другими видами, даже сравнивая с другими приматами. А вот этот отдел он очень глубоко, засел очень прям так глубочайше, можно сказать. И это приводит нас к выводу о том, что эмоции, любовь доступны на самом деле не только человеку. Это достаточно примитивные, достаточно старые такие процессы, которые наблюдаются у практически всех животных. Вот, кстати, окситоцин, помните, да, гормон доверия, он вырабатывается даже у круглых червей. Ну, круглые червы, например, дождевые черви это круглые червы. Представляете, вот они тоже, они вам сначала доверяли, а вы вас задавили. В общем, любовь, эмоции, достаточно интересный такой момент, и достаточно примитивный момент. Ну, а здесь я хочу еще немного сакцентировать внимание на другом практически наркотике, на алкоголе. Это еще потому, почему, когда мы яны, нам мы более влюбчивы, скажем так. Дело в том, что принцип действия алкоголя он растормаживает подкорку. Подкорку это все те артефа главного мозга, которые находятся под корой главного мозга. Как я сказал, кора главного мозга это то, что у нас такое вот все с извилинами, такое все умное, интеллигентное и такое все высокодуховное, а подкорка это наша лимическая система и всякие системы, отвечающие за наши фундаментальные потребности, то есть защита, питание, ну, как вам осло, чувство безопасности, чувство принадлежности к кому-нибудь, вот, но чувство принадлежности уже повыше. И когда подкорка растормаживается, то есть алкоголь тормозит кору головного мозга, деятельность коры головного мозга уменьшается, повышается деятельность нашего отдела, располагающихся в глубине головного мозга, ну, и вследствие этого мы более влюбчивые, мы более общительные в какой-то степени, ну, по крайней бы, так думаю, что мы общительные, вот, также вот эта вот штука справа, ой, вот эта вот зеленая такая штука, мужичок, 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 мужичок отвечает за координацию нашу, он тоже у нас отдыхает, когда мы ем алкоголь, вот, употребляем алкоголь, и поэтому мы не сильно обладеем своей моторикой, своей координацией, такие моменты, но другой момент, то, что если алкоголя слишком много, травмозится, и эти отделы нужны не такие блюдчевые, и нам вообще скоро умирать, ну, ладно, продукт, мы собственно ими, вот, так, и я перехожу к следующему слайду, после веселого разговора об алкоголе, давайте вернемся немного к людей, и дело в том, что относительно недавно, если я не ошибаюсь, это лет 8 назад, ученые обнаружили центр Инги, вот, это, как видите, крохотовый участок в средней и нижней части мозга, вентральная тегментальная область, вот, вентральная тегментальная область, это вот такая штучка, прикиньте, вот почти в самом центре, правильно, какая-то очень примитивная, оказывается, она связана с выработкой дофамина, помните, дофамин отличается целеустремленность, желание, сексуальное желание, сексуальная удушленность, и также участвует в этой загадочной системе награждения, самого награждения мозга, вот, так что в каком-то плане можно сказать, что действительно есть какой-то центр любви, к счастью это не сердце, а мозг, вот, ну и собственно на этом мою лекционную часть такую чисто сугубо информативную, я заканчиваю, спасибо вам большое за внимание, и еще в заключение я хочу вам сказать, вспомнить такого прекрасного ученого, я надеюсь, кто-нибудь о нем слышал, это Ричард Филипс Пейнер, это замечательный физик, я на русской премии по физике 1853 года, он участвовал в разработке ядерной бомбы, в проекте Манхэттена, в общем, очень такой серьезный человек, но он сказал как-то очень интересную вещь, по поводу того, он, правда, говорил, естественно, это про физику, по поводу того, как наши знания, знания каких-то таких повседневных вещей, влияют на наше восприятие этих повседневных вещей. У него есть, ну, был, точнее, друг, художник, который постоянно говорил Фейнману о том, что он, ну, не может он понимать вот эти высокие искусства, тонкие материи, потому что он все время смотрит куда-то не туда, смотрит вглубь, смотрит на какие-то формулы, представляет все виде набора каких-то глупых атомов и так далее, ну, то же самое, как можно сказать, что врачи смотрят на мозг, на любовь, как просто набор каких-то клеток, набор каких-то веществ, которые между собой взаимодействуют. Но Фейнман на это высказывание ответил так, что на самом деле я, то есть Фейнман, вижу красоту даже гораздо лучше, чем ты, потому что кроме субъективного восприятия красоты, субъективного восприятия игр цвета, игр цвета, я вижу также и глубинные вопросы этих вещей. То есть я осознаю о том, что каждый ломтик хлеба состоит из миллион молекул, эти молекулы состоят из атомов. когда вы во вселенной образовались в ходе большого взрыва, и вот это чувство позволяет мне оценить истинную красоту. Я вам это рассказал, к тому, чтобы вы не смотрели очень скептически на все вот эти размышления о любви, и вообще на самом деле не сильно поправили их в голову, не пытались там кого-то обнять, чтобы выработать фикситоцин, а просто наслаждались тем, насколько мудра, насколько сложна наша природа, насколько все интересно, и продолжали исследовать, продолжали удивляться, на самом деле это очень прекрасное чувство познания чего-то нового. Ну, теперь уже окончательно спасибо за внимание, и спасибо.